Камасутра Даже всех учитывался под названием Камасутра. Еще в 70-е, когда это не было мейнстримом, Алексей Бабий начал вести подробный дневник с точностью до 10 минут, сколько времени на что потрачено за сутки. Спустя 40 лет это назовут тайм-менеджмент. И на разработанную Бабием систему будут ссылаться Глеб Архангельский и Даниил Гранин. Привыкшему к точности математику Алексею Бабию все это позволило систематизировать свою жизнь, сделать проживание осознанным, убрав или сведя до минимума все неконструктивное, например, телевидение и алкоголь. Ты себя осознаешь, то есть ты любую единицу времени проживаешь сознательно. Через какое-то время тебе приходится заниматься смыслом жизни, потому что, ну, если у тебя выбор делать это, это и лето, а что из этого важнее? Красноярцы многие узнают, ни одна тысяча человек по ней освоили компьютер в 90-е годы. Баби – один из самых опытных и продвинутых в стране программистов, прошедший все этапы развития компьютера, от ламповых машин до современных. Когда наступили 90-е, он вполне успешно сотрудник НИИ ушел создавать кооперативы. Сначала был творческий, где делали фильмы, потом компьютерный класс, Максофт. Времена были финансово нестабильны, от невероятной зарплаты в 2,5 тысячи рублей в месяц до полного отсутствия доходов. Я, например, на работу пешком ходил в 92-м году, хотя, ну, потому что на меня даже на автобус денег не было. Вот еще такая была ситуация. А уже к концу 92-го года я заработал первый миллион. Переходили на страховую медицину, надо было написать программу, на которую рассчитывают услуги. У Алексея два взрослых сына и двое внуков. Теперь они приходят сюда в гости. В этой самой обычной трехкомнатной квартире Алексей с супругой Татьяной живут более 30 лет. Улучшить живоплощадь возможности и сейчас есть. Но почитатель Толстого бабе уверяет, по убеждению он стоек, для которого жизнь не синоним материальной блага. Я же не говорю о том, что могилу это все не утащишь. А потом, когда у тебя много имущества, то тебе слишком много приходится беспокоиться. А чем меньше у тебя имущества, тем меньше беспокоится. Поэтому, я понимаю, дачи никогда не было и не будет. И машины никогда не было и не будет. Смысл, если говорить о бизнесе, то он не в деньгах. Те, кто начинают за деньгами гоняться, они плохо кончают всегда. Там главное творчество. Если ты сумел выстроить свой бизнес, свою работу, коллектив подобрать. Это все очень интересное занятие, между прочим. Это раскулаченные крестьяне в данном случае. Ну и что крестьяне? Посмотрите им в глаза, скажите, я хочу поставить памятник тому, кто вас расстрелял. Даром штуметка, но про Сталина Алексея Баби говорит редко. Хоть почти 20 лет он работает в Красноярском отделении мемориала. И при его непосредственном участии уже выпущено 15 книг памяти с восстановленными фамилиями, репрессированных на территории края. Баби считает, что Сталин – это лишь бренд. Система, которая его построила и которую он тоже строил, вот это вот интересный предмет для обсуждения. Насколько она действительно была эффективна, насколько она, так сказать, почему она цену жизни, цену человеку такую низкую поставила, что вообще практически нулевую. Если мы посмотрим на достижение той эпохи с точки зрения цена-результат, мы видим, что это крайне неэффективная система, почему она и рухнула. Как шурит супруга, Алексей за компьютером не сидит только тогда, когда ест и спит. Быту от него пользы никакой. Бизнес позволяет ему, например, для ремонта нанять специалистов. А еще позволяет быть независимым, не клянчить деньги на любимую работу, а самому купать на нужды мемориала, например, принтер или компьютер. Профессиональные навыки организаторы и программисты позволили в лучшем в стране отделении мемориала Красноярском создать высокую производительность труда. Два-три человека на сайте у него делают работу, которую в других регионах выполняют 20-30. А сейчас уже там тучи, конечно, сгущаются уже со стороны государства помаленечку. Одни наши коллеги там уже сидят, других иностранными агентами объявили и так далее. Алексей говорит, он понял главное. В его жизни были разные периоды, полоного безденежья и серьезных проблем со здоровьем. Но все это, по большому счету, можно восстановить. Единственное, что уходит безвозвратно и навсегда, это потерянное и бездарно прожитое время. Этого не понимают, что они где-то там под конец жизни похватываются, а черт, вот все, жизнь прошла, а что я вообще все за фигней занимался. Мне удалось вот к этим 65 годам несколько жизней прожить, не таких полноценных. Наталья Кичина, Евгений Иванов, Новости ТВК.